привет всем и добро пожаловать в очередную реакцию на канале сегодня мы продолжаем продолжаем смотрят гонит пух это высказали это три части это все серии в одном битве и есть 30-40 минут и поэтому я думаю что это все серии только одно битве и поэтому мы разделяем на четыре части если вы уже нет конечно сделать лайк, share, subscribe и отправить комментарий с предложением за следующую реакцию ну что ж сказки конец то есть конец этой сказки а есть и другие про пуха и кролика про пятачка и старого серого ослика и про всех остальных сейчас я только хочу включить это первая часть кстати говоря карта была земля вини пуха дом пятачка дом кого-то еще все было на этой карте между прочим владелец всех этих земель вини пух вот вообще-то эти герои они не самые простые получается как вы правильно писали в комментариях пятачок единственное животное в лесу у которого есть ружье все на минуточку вини пух оказывается владелец всех земель интересно что мы узнаем дальше да было Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух неспеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Пам, 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 Случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают, но если гость пришел с утра, такого не бывает, такого не бывает, а у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Если они, получается, идут в гости, медведь уже решил, что он идет к кому-то в гости, он выбрал пятачка, что он идет к пятачку, вот к этому же. И так, между делом, его просто уведомляют, что я иду к тебе, и вообще, у тебя есть что-нибудь поесть? Мы, пожалуй, к тебе не пойдем, а то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо, кричат хозяева, ура, они ужасно рады. Они ужасно рады. Постой, теперь получается, что я не иду в гости. Что делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем к кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам, И там приходит по утрам, Тарам-парам-парам-парам-парам, Ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-парам, Ходите в гости по утрам. Вытирайте ноги. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю... Что это за цель? То есть ты ходишь по улице, У тебя ноги грязные. Тебе нужно их вытереть, Чтобы зайти домой. Да, просто маленькая поправочка. Дело в том, что Эта традиция менять тапочки дома, Это сугубо такая русская традиция. На Балканах, когда ты идешь в гости, Ты не разуваешься в гостях. И тебя не просят разуваться. Но, по крайней мере, в Черногории. Насколько я слышала, в Боснии... Ну, это известно, потому что неистра культура в Церногории, в Сербии, в Боснии. Например, в Боснии пол людей есть мусульманские. И поэтому у них есть традиция, когда вы заходите в дом, вы снимаете обувь. Снимаете обувь, да. Но в Церногории это только не традиция. И мы это как южные. Обычно. Обычно не делаем. Но в нашем доме практически такой же коврик. Напоминание. Но она поставляет правила. Поэтому что она чистый дом. То есть кто-то устанавливает правила. Давай. Ага. А нора это кролик. Ага. А кролик это подходящая компания. А подходящая компания это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет. И не зачем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. Простите, а что, совсем никого нет? Совсем никого. Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать, совсем никого. Слушай, кролик, а это случайно не ты? Нет. Не я. Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел. К своему другу, Винни-Пуху. Ой, так ведь это же я. Что значит я? Я бываю это разные. Я, значит, я, Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Действительно, Винни-Пух. А это кто? А это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну-ка, за слов сходите. Между прочим, здесь написано «вытинайте ноги». Выйтирайте. Ага, понятно. Не такое-то простое дело. Ходи в гости. Когда войдем, главное дело и вид, будто мы ничего не хотим. Ага. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь? А за что ты все равно шел мимо. Ах да. Минутно. Ну, эта сцена и целый мудрик, но эта сцена учит дети как... Как себя вести. Как себя вести. Как себя вести, когда вы в гости. Да, только это получается не полезный совет, а вредный совет, как вообще не надо делать. Да. То есть, ребята пришли, получается, без предупреждения, пытались как-то обойти правила с вытиранием ног. Кстати, что, Винни-Пух вытер ноги по направлению к ноле. Да. Влез на половину, значит, в эту нору и говорит, здрасте. И начал уже разговор. Это как вот в дверном проеме. Ты стоишь и не туда, и не сюда. Да. И то руку подать или не подать, и какое-то вот это... То есть, это действительно, ну как, не надо делать. Полезный, бредный совет. Я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумала, а не зайти ли нам в кролику? Кролику. Пух уже начал волноваться, но кролик был очень умный и сам догадался, что пора бы немного подкрепиться. Умывальник там. Кстати, умывальник вот этот вот... Ну, это старый? Да, я не застала Советский Союз, но тем не менее, я застала вот эти умывальники. Ну... Да, наливаешь воду, и вот из-за того, что... Ну, очень интересный концепт. У нас никогда не было. Не было никогда. Ну, у нас только в бане было, и... Так, всё. Это такой раритет. Тут сколько водички нальёшь, таким количеством ручки помыешь. Да, ну, очень интересный концепт. Я никогда не видел этого. А, теперь знаешь. Тебе что намазать? Мёду или сгущённого молока? Сгущёнка. Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба. А, вот эта фраза, и того и другого, и можно без хлеба. Это когда тебе что-то предлагают, а ты думаешь, а почему здесь вообще вот это... Мили, почему мне нужно выбирать? А, это всё! Делайте вид, что вам ничего не нужно. Тебе мёда? Вот эта сцена, а вы не пух, как мы, мы бы сказали Сляк Сляк это кто-то совсем из глухой деревни Ну объясни пожалуйста Кто никогда не слышал про манеры, про воспитание Но не нужно что из деревни Сляк Не по местонахождению, а по складу ума Да Да Поэтому что Людей из деревни У них есть маниру А у людей в городе, которые Как сказать Я скажу по-английски Это чувство Паранты Прибывали из города И думают что им есть манеры Но у них есть маниру А Да, это вот эти Понаехавшие в первом поколении Во втором Это получается Родители переехали из деревни в город И в городе вот эти дети уже живут, но все вот это вот, все манеры воспитания, вот эти простые, как пять копеек, как семь копеек, да, как многие говорят, вот эта простота, она вылезает. Можно вывести человека из деревни, но нельзя вывести деревню из человека. Такое. Такое. Один человек из села, но села из человека никогда. Он даже не поел. Мы пошли. Сразу никто не уходит. В гостях так не принято. Уже уходите? Отечный балканский посидел. Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, стоп. Если вы больше ничего не хотите. А разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься? Нет. До пятницы я совершенно свободен. Ладно. Посидим еще немного. Он и только... Я не посидел еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. И еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. И тут Пух неожиданно вспомнил об одном важном деле. Да, нам пора. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть. Нет, по правде сказать, я и сам собрался уходить. А, ну хорошо. Тогда мы пошли. Слышь, конечно, вы. Всего хорошего. Спасибо. Ну, что вы. Нет, что-то. Ну, как же. Будьте здоровы. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. Очень рад. Мы пойдем. Ой-ой-ой. Я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. Вперед. Лучше назад. А, ну что, спасите. Помогите. Ой-ой-ой. Помогите, спасите. Винни, что с тобой? Спасите, помогите. Ты что? Застырял? Нет. Я просто отдыхаю. Ну-ка, дай лапы. Кяни. Пятачок. Ага. Ой-ой-ой. Больно. Все я. Он застырял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет. Все потому, что кто-то слишком много ест. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать, когда он снова похудеет. И долго ждать. Неделю. Сколько? Неделю. Не меньше. Не меньше. Ой. А я, кажется, похудел. Скорее вытаскивайте меня отсюда. После того, как Пух побывал в гостях, он подумал, что, пожалуй, не стоит слишком долго засиживаться, если ты не хочешь попасть в безвыходное положение. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Вот вы досмотрели эту часть до конца. Очень круто, что очень паучатый. Можно только дать дети смотреть это, и дети можно научить очень много. Да, здесь можно научиться сразу, допустим, пример кролика, он что показывает, что если ты не говоришь о том, что тебе что-то не нравится, то всё, проблема увеличится. То есть он не сказал медведю, типа, уже достаточно съел, дверь вон там. Ну, это я сейчас грубо, конечно, очень говорю, но преувеличивая, но тем не менее. Он терпел до последнего. И вот, пожалуйста, последствия получили все, кролик в том числе. Кролик ещё и балкона лишился, терраса своей в итоге. Медведь не знает меры. У него вот эти глаза, как только он увидел мёд. Он как наш Бобби. Бобби можно есть, пока не умрет. Мне кажется, он ещё и продолжит есть после этого. Да. Если будет что. То есть здесь на примере медведя урок о чём? Что нужно знать меру. Да. И нужно, конечно, быть воспитанным. Нельзя вот просто взять и... Да, иметь манеры. Да, да. На примере Пятачка я даже не знаю, вот чему учит Пятачок. Ничему. Ничему. Мне кажется, опять же, с позиции взрослого человека, если рассуждать, не с позиции ребёнка уже, да, Пятачок это единственный персонаж, который вообще ни на что никак не влиял. Ну, у него нет как стоп. Стоп, как я скажу по-сербски. Пятачок это единственный персонаж, который вообще не имеет свой стоп и не имеет свое мнение. Абсолютно никакое мнение. Да, потому что, как они вот решали, да, с Винни-пухом куда пойти? Кто решал? Кто определял? Единственный момент, когда он имел некое свое мнение, когда они начали к нему в гости, а он сказал, что не идут к себе в гости, а только Винни-пух идут к нему в гости, и он сказал, что давайте идем к тебе. Это единственный момент, когда Пятачок имел некое мнение. Освим того, не еден путные ему мышления. Да, и вот опять же, да, и что это показывает? Вот так как он вообще ни на что больше не влиял, он даже там не умылся, не он себе завязывал вот это вот полотенце. Такого молодого. Да, и он в итоге не поел даже ничего в течение всего этого времени. Тарелка так осталась полная. И Винни-пух решил, когда уходить. То есть, ну вот, понимаете, чувствуете, да? Мне кажется, что, ну, это, конечно, наш взрослый уже взгляд, но и детям тоже это можно объяснить, что нужна все-таки какая-то инициативность, даже если твой лучший друг, хороший друг, такой весь активный, такой весь позитивный, но все равно нужно иметь свою голову, свое мнение. Да, да, ну да, треба имать свое мышление и треба имать свой став, и не треба быть поводлив, треба знать, когда я дост. Да, очень поучительная, поучительная серия. супер супер тортами спарма супер так а я сейчас буду говорить по-русски поэтому людей спасибо для просмотра и нам было очень интересно и очень пучательный да и это будет все спасибо для посмотру и если вы уже нет сделайте лайк share subscribe и отправить нам комментарий с предложением за следующую рацию до следующего раза всем пока